Но все семь городов-побратимов приглашены на этот праздник, они проинформированы. Из семи приедут пять делегаций из городов-побратимов. Это Ичмядзин, Армения, Новая Фон, Абхазия, Фульда, Германия, Саров, Российская Федерация, Сремские Карловцы, Сербия. Пять, по-моему, это означало. Они приедут с 16-го и уедут с 20-го. Для них приготовлена обширная программа участия в этом мероприятии. Кроме того, что они встретятся с руководством города и 18-го будут принимать участие в церемонии празднования. Они также посетят Ростов-Великий, специально для них организованной экскурсии по местам, связанным с Сергием Радонежским. Также будут в Радонежье, в Абрамсовском музее-заповеднике. Даже, наверное, посетят Абрамсовский колледж. Так что мы их ждем с великим удовольствием. Ну, я еще хотел бы сказать, что, хотя я в газетах писали, но для вашей радиостанции скажу, что в городе Бари, в Италии, в мае, в рамках фестиваля российской консультуры... А потом уже начали переписывать газеты, да? Ну, нет, в газетах тоже там брали интервью. Состоялась выставка, даже две, посвященная 700-летию со дня рождения преподобного Сергея Радонежского. Это выставка, которая была организована совместно с Лаврой. Выставка называлась «Лавра преподобного Сергия», где были собраны уникальные фотографии, посвященные его духовному пути. Также там рассказывалось о храмах Трои Сергия Лавры и о монашеской жизни немножко. И, кроме того, еще была выставка совместно с иконописной школой, выставка «Лицово шитья». Эта выставка у нас уже стала посещать за рубеж. Впервые она была проведена в городе Супросли, восточной Польши, в городе Гнезно, в городе Попротиме. И вот сейчас в городе Бари. После завершения выставки она поедет по городам Сицилии, потому что ей заинтересовался генеральный полосы Российской Федерации Владимир Владимирович Кузнецов. То есть, точнее, простите, Владимир Владимирович Коротков. И он вот обещал, что эта выставка побывает еще... Две выставки побывают еще в нескольких городах Италии. А вообще мы хотели такую выставку сделать по европейским и другим городам, вот городам Попротимов Сергеева Посада. Но, к сожалению, по известным обстоятельствам, связанным с такими изменениями в властных структурах, нам это не удалось сделать. Но, тем не менее, итальянцы во многих городах эти выставки посмотрят. Спасибо. И, наверное, последний вопрос. А что-то предполагается после праздников, какие-нибудь связи с побратимами? Может быть, наши поездки куда-нибудь? Ну, я сейчас не буду загадывать об этом, но такая программа формируется. И, наверное, некая конкретика еще родится при встрече с делегацией городов Попротимов. Например, с делегацией города Саров, потому что там тоже выборы состоялись. И с делегацией города Ачмядзин мы встретимся впервые, поскольку они никогда у нас не были. И я думаю, что мы обсудим перспективу нашего дальнейшего взаимодействия. Хотя на этот год было очень много запланировано. И прием абхазских детей, и прием сербских детей, и поездки наших детей в Сербию. И также мы хотели провести пленэр художнику, посвященную 700-летию, которые бы приехали из городов Попротимов и провели пленэр у нас, в местах, связанных с преподобным Сергием. И хотели эту выставку потом приурочить, чтобы она вернулась сюда уже, после эскизного проекта, вернулась на 8 октября. Но, к сожалению, это тоже сделать не удалось, по тем причинам, о которых мы сказали.